Все тринадцать сразу бьются. Вот можно лопатку сделать, а то есть. Здесь прям вот такие кайфовые темники получились у волосы. Осуществлять его под прямым углом лучше или под боковым? По сравнению, как вот есть тирелка и уколоть. Насколько бы меньше болеть. Поэтому, уважаемые хейтеры, пишите еще. Самые спустяные комменты я бы вдул. Как ты это сделала глазами? Чувствуете, да, как я напряглась? Получается, это третье место. А у тебя еще два. Из дома не выходи, скажите. Не выходи. Ребят, всем привет. Сегодня интересное и необычное видео. Мы в тату-салоне. Делаем какие-то. Марине интересно, татуировка классная. Меня зовут Михаил. Всем привет. Как она называется? Композиция. Ну, это дописание. В общем, сегодня мы перекрываем старую татуировку. Здесь еще у нас часть осталась. В общем, здесь в крыле у нас прячется старая фея. Вот. Но скоро от нее ничего не останется. Это вот здесь, наверное. Да, вот вниз старой татуировки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Композиция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все 13 сразу бьются. Очень быстро. Как ты себя чувствуешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Композиция. это русалка или эльфейка это у нас какой-нибудь, да, наверное, лесной эльф такая синяя, яркая, прям красивый цвет какой-то, бирюзовый вот, ну тут как бы еще диктует цвет старая татуировка не все можно спрятать ну, то есть не красить красным похожими цветами приходится, да, накладывались в том, в той же тональной стальной классно спасибо еще тебе терпеть 2 часа, да? а у тебя нет, я думаю, нет, часочек осталось возможно, даже лучше она уже привыкла а у этой 6 было, наверное? ну нет, у меня тоже 14, просто они расположены по-другому то есть здесь даже больше на каком часу у вас руки стоят? у меня скорее голова устаёт, потому что, ну, постоянная концентрация как бы, ну, постоянно на стуле верхней и за верхней да, да, да студия ЗАРа? да, ко мне заходят люди, которые пришли именно ко мне я работают по приговорительной записи сколько лет уже работаете? я работаю я как бы давно, но это не совсем показатель, наверное, можно работать долго и делать плохо ну да, здесь вам таланты важно желание делать хорошо, наверное вообще, наверное, где-то с 2011 года занимаюсь татуировкой ну, это нормально с опытом, да? вот, но тогда я делал, прямо скажем, не самые лучшие татуировки кресты всякие, да? ну, я больше именно про качество сюжета ну, Антон, вот почему вы решили одновить татуировку? ну, потому что она уже потеряла, здесь нет уже непонятно, что там изображено ребят, мы находимся по адресу Орджоникидзе, 73 здесь студия ЗАРа и в студии есть мастер очень хороший, Михаил ну, наверное, у вас на полмесяца вперед, да, как минимум расписано? по-разному, январь достаточно слабо расписано ну, потому что все отдыхают, да? ну, да а в феврале все проб делают татуировку посмотрим ну, как бы записи уже есть на февраль, так что лучше, конечно, торопиться стоимость сеанса у меня 6000 рублей за сеанс что можно успеть сделать? за сеанс можно лопатку сделать, да, то есть мы делаем все за один сеанс ну, в моем случае, как бы даже в цвете, там, предплечье, кричо чаще всего можно сделать ну, зависит еще, конечно, от детализации ну, после того, как несколько моек пройдет, да, тело все равно как-то цвет вот так вот немножко подвыграет или вот это очень давно вы делаете? аааа от чего зависит яркость татуировки? не от того, там, сколько мы моемся или еще что-то то есть татуировка находится у нас на втором слой кожи, да, она глубже а верхний слой относительно прозрачный, да, у кого-то он, да, там, желтее, у кого-то коричневее вот, именно вот этот вот верхний слой влияет на яркость татуировки поэтому на загорелых людях, да, то есть они желтят, они более темные вот, и если кожа светлая, соответственно, тогда и цвет более чистый ну, и... более ярко, более насыщенно получается да а на темной коже надо белой, не красной выбирать? а, нет, 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 белая краска это вообще такая штука достаточно... опасная? ну, нет, нет, она не опасная, но она... непредсказуемая не самостоятельная белые татуировки, просто белые татуировки, они очень слабоживущие свои татуировки я часто исправляю, потому что с течением времени я стараюсь становиться лучше и, соответственно, работы пытаюсь приводить в нынешнее качество, в котором я работаю вот, а из таких историй, вот, была у меня как-то история, она была очень-очень давно это, наверное, на моей памяти, наверное, единственный случай когда я сделал татуировку человеку, и он был недоволен временно это было очень-очень давно, я сделал девушке татуировку на сцене, там был ангел идущий и как бы мы сделали, она посмотрела, осталась довольна я ей написал, что, ну, приезжайте, откорректируем было это, наверное, как раз в году 2011 вот, она приезжает, я смотрю, он, как бы, ну, достаточно нормальный на то время, вот, я спрашиваю, в чем проблема, она начинает объяснять я ее фотографирую, показываю, она смотрит и говорит, что, да, вроде все нормально я говорю, а почему, почему тогда такие мысли были, друзья сказали вот, поэтому худший вариант при выборе и оценивании татуировки, это консультации друзей потому что очень много мнений, как правило очень много мнений, да, таких непрофессиональных, дилетантских, в общем которые, люди с этим не сталкивались и не представляют сложности, да, определенных работ, там, наложений ну, да, какие-то нюансы, не интересно здесь прямо такие кайфовые, тоненькие, получились волосы зеленые ты сама-то даже еще не видела, не представляешь, да, что там нет, а, в зеркало видела? нет вообще не видела? 4 часа сидишь и даже не видела, не знаешь, что там, да? нет, я видела начальный рисунок может, там слоник ну, ладно слоник, как слоник да, чтоб слоник красивый был, да? угу вот девушке, все время чего-то им не хватает все время чего-то отможно хочется себя как-то поменять это убирает лишние слои краски, которые остаются, да, не впитавшись когда кожа промывается немного успокаивается потом надо будет перекрывать еще больше это уже навсегда здесь самая стойкая краска? ну, как бы, после меня очень трудно перекрыть, потому что я... яркие краски? да, то есть, если ставлю татуировку, да, вот здесь вот можно посмотреть она достаточно бледная была, то есть, плохо вкрашена то здесь уже вкрашена так, что только если в черный закрашивают самое главное покрасить кожу и не перетравмировать ее то есть, ну, не повредить, чтобы она заживала то есть, много раз по одному месту нельзя слишком много проводить, да? ну, можно, но есть такой предел, который нельзя переходить что будет? кожа, ну, иголка ее разобьет, она станет бархатистая и, как бы, при заживлении там будет, ну, коров тогда, болячка и плохо покрашится, соответственно ну, бархатистая, она будет поджевать, она будет стягиваться, стягиваться и там, в итоге, останется то есть, здесь можно сделать перебор, грубо говоря можно может, тебе нужно было... а, ты по этому две таблетки бы профина выпила? у меня голова болела у меня голова болела а, ну, они сейчас... у меня голова не болит а там меньше чувствуется, да? ну, вот насколько прям, вот, по сравнению как вот есть стилюк и уколоть насколько меньше болит? так нормально, уколоть раз пять давай я тебе и попробую ты как будто загорелая в этом свете маленькая прошло пять часов, да, уже пошел шестой час работы Марина уже просто кивает головой уже устала, бедная зрителю, наверное, тоже ее жалко если кто не знает, я их даже не удаляю а просто там есть такой шадов фильтр на ютубе объясню шадов фильтр, это комментарий тебе не нравится как автор ты берешь его и просто нажимаешь заблокировать пользователя а он об этом не знает даже он продолжает писать свои комментарии туда писать, они ему видны они у него появляются но больше кроме него их никто не видит поэтому, уважаемые крейтеры пишите еще они пишут, за них все нормально он же мне никто не отвечает шадов фильтр, самый умный фильтр спама в ютубе да, обычно пишут самые спустяные коменты я бы вдул потом пишут, какая страшная очень приятно то есть они были страшнее они красивее гораздо, да естественно, вокруг них девушки тоже гораздо красивее вот это два самых спустяных комментария на ютубе как ты это сделала глазами, да какое слово говоришь? я не смог разобрать? я не разговариваю с тобой да понятно, да ты у меня обиделся да ну это, видимо, не самое приятное место да чувствуете, да, ведь я напряглась ну я понимаю, что вы ускорили получается, это третье место а у тебя еще два еще два, которые было очень тяжело перенести аж аж вздрагивала рука а у тебя там есть приятное место? в остальном нормально все переносилось только вот три места получается ну небольшие такие где-то диаметром сантиметр но они вот самые болезненные все остальное нормально воспринимается все остальное нормально воспринимается все это интересует наверняка вопрос сколько держится в таком ярком плане сильнейший игрок татуировки это солнце на солнце выгорает абсолютно все даже дорогая автомобильная краска очень химия если татуировку защищать от солнца а где достаточно просто нужно использовать хорошие солнцезащитные крема ну все равно лаком ультрафиолетом покрывается самим защитой от ультрафиолет от угорания кто зазывается, то терпит ну что? ну что фига себе вообще крутяк вообще вот так видно вообще классно вообще классно спасибо вам сколько радости сразу обожаю это наверное самые самые клевые моменты когда сам смотришь кайфуешь на человека смотрит и кайфует вообще супер как мало девушкам надо счастье вот так садитесь сейчас я буду вам рассказывать что делать чего не делать потом фотографировать сразу радостно я сидела морщила все сразу радуется все улыбка так случилось так значит по уходу сейчас я вам сделаю повязочку в моей повязочке ходите ближайшие 2-3 часа затем повязочку снимаете и тщательно промываете фкировку теплой водой смывом вот тщательно но без фонативного без мочалок само собой смыли после этого необходимо обработать татуировку хлоргексидином знаете за такую штуку после этого намазать кредитом для пантенол она знает что такое хлоргексидин вот значит и собственно вот эту процедуру промыть обработать намазать шпион 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 в окне привет шпион как ты делаешь нормально иди посмотри какая татуировка красота 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 да только почему это не ну это же лесная фель а да значит татуировка заживает в среднем за неделю грубо говоря такой самый быстрый срок там 3 дней самые там долгие 7 дней первую неделю пока татуировка не обшелушилась в бане бассейн и сауна и солярии отказаться строго-настрого мыться можно только душ в ванне не лежать по возможности быстрее чтобы кожа не распаривалась не раскисала все в бане не повез вот значит что еще первые 3 дня на время сна когда выходите из дома ну и вообще наверное в течение дня тоже если дома из дома не выходить скажите можно и выходить вот делаем повязочки повязочки одноразовая детская впитывающая пеленочка значит весь период восстановления грубо говоря месяц татуировка может чесаться это нормально кожа устанавливается не чесать ничего что за счет и ванне нельзя ëн сауне нельзя интересные цвета такие желто-зелено с бирюзовым по крыльям фоном я сначала думал что девушка с крыльями но это девушка с крыльями просто крылья это вот эти зероенькие это листья а это крылья синие с крыльями лесная фея В общем, кому нужна, кому интересна такая работа на вашем теле, обращайтесь. Мастер зовут Михаил. Я всех жду. Еще раз. У меня крутых идей хватит на всех. Вот, и, кстати, посмотреть то, что было до того, как мы сделали эту суперкрутую фею, можно будет у меня в соцсетях, там, если вдруг. Под видео выложу ссылочку на работу Михаила. Сейчас шашлычок, коньячок. Все. Бывает такое, да? То есть мы-то думаем, что омский зритель только будет, а YouTube – это, ребята, это весь мир, это всемирная аудитория. Очень много зрителей. Комментарии на английском, на немецком, на турецком, и на каких-то вообще неизвестных языках, там, иероглифы они пишут комментарии, да? Единственное, что мне вот не понравилось, это единственное. Свидеть плечи, мол, или на вниз, внутрь. Ну, это понятно. Не, наоборот, наоборот. Вот, лицо широкое становится. Ну, кстати, мы с этим еще не поймем. То есть рисовать надо, это у нас позиция, да? Да, то есть, допустим, нельзя просто посадить, да, человека перевести, потом он встанет и все это поедет в разные стороны. Да, не так, как я раньше пытался, а нормально. А нормально попал в YouTube, да? Не сделай, чтобы я всем отправила, похвасталась. Нет, не было у тебя фотографии. Да у меня только с плечо. С телефона, сейчас, сниму. Сразу хочет отправить, вот девушка, да, сразу хочет подружкам отправить. Да. В одноклассники. Да. Нет, я одноклассниками не пользуюсь. Ну, все ищут, похвойники ищут. Очень редко как-то находят, на самом деле. Находят. Казахи, в основном. Казахи находят? Казахи из Караганды. Продвинутые. Продвинутые, да, продвинутые казахи тогда ходят. Ну, как в больнице уже. Так, все, Ленка, можете идти? Угу. Сейчас. Так, тихо-тихо-тихо. Ой, спасибо. Ну, побольше, конечно, на свежем воздухе она должна быть, да? Первые три дня она должна быть под пяточкой. Поняла. Ну, в общем-то, рада. Спасибо большое вам. Все, заживайте хорошо. Если какие-то вопросы, я всегда на связи. Если вдруг не отвечаю, отвечу вечером, потому что вы заметили, я во время сеанса практически не прерываюсь. Все, пойдем. До свидания. До свидания. До свидания. Да. Как молодежки для счастья, ну, да? Да. Немножко радости. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok